Ребят, наконец-то мы приехали. Может быть это кульминационный момент в поисках дома и земли. Мы приехали на место, посмотрели дом, пока все понравилось. Наверное, будем брать. Сейчас я вам покажу его. Дом, сразу говорю, дом старенький, 917 года постройки, но как временное жилье, это будет просто нормальный вариант. Газ, центральная вода, канализация, интернет, все есть. 25 соток, прямо уходит туда, то есть цельный участок. Давайте смотрим. Ну, начнем мы вот с заезда. Машинка стоит, ну и вот сам дом, ребята. Дом старенький, сразу говорю, желтый. Рядом баня, вот хозяин, Петр. Здесь вот такие у нас березки красивые. А вот это что за дерево? Дуб, дуб стоит. Вот здесь елочки сажали, вот они не приросли. Неплохо, неплохо. Значит, сразу скажу, из соседей. Соседи здесь одна одинокая женщина, бабушка живет, к ней приезжают сыновья. Вот, с нами же чехов вроде. А здесь заросший участок, здесь загоревший дом, то есть здесь нет соседа. Сначала зайдем отсюда, с этого, с ворота. Вот сразу баня перед вами. Здесь такая веранда идет. Заходим в баню. Баня действующая. Старенькая, конечно, но видно, что люди жили. Кстати, люди отсюда выехали два месяца назад, из этого дома. Вот, вот сама баня. Старенькая, да, конечно, все надо делать. Ну, ванны нету дома, в доме ни туалета, ни ванны. То есть, мыться будем в бане. Идем дальше. Выходим аккуратно. Здесь пристройка, которую надо будет сносить. А, сразу туалет покажу вам. Вот такой вот аккуратный туалет. Утепленный. Аккуратный туалетик, где даже свет есть. Зимой можно жить спокойно. Туалетом. Туалет недалеко. Выбежал отсюда. И сразу в туалет. Идем мы сюда. Здесь хоз постройки. Которые надо будет в последующем сносить. Здесь дровишки запасены. Ну, половину вещей, конечно, хозяин заберет. Здесь они держали только кур. Не здесь, а вообще... Сейчас покажу, где помещение. Вот помещение. Это старые вот эти вот полочки, постройки. Все это вот надо будет убирать, конечно, сносить. Там, наверное, сено было. Туда не полезу наверх. Ну, вот. Сейчас фонарик включу. Здесь они держали кур. Вот это, кстати, не пугайтесь, это не гроб. Это вот здесь капусту делают. Так, вот у нас идет, смотрите, что здесь. Здесь, кстати, свет есть. Здесь есть свет. Здесь у нас. Там он хранит банки, закваски и все остальное. Погреба 2 в доме. То есть здесь, где хоз постройки и в доме в самом. Там он хранит картошку. Здесь такое помещение. Вот здесь, в этом помещении, они держали кур. Здесь можно кур заводить, держать тоже. Зимой, с января по апрель. Или по май. Они держали кур. Зима без проблем. Очень низкий потолок. Уже не первый раз бью своими черепушкой. Так, ну что, выходим мы на участок. Площадь участка 25 соток, цельная. Вот здесь тоже помещение. Вот участок немножко-немножко в горочку идет. Вон он, туда. На следующую улицу выходит. Сейчас мы с вами пройдемся. Посмотрим. Так, это красная смородина. Вот она еще немножко осталась. Но она уже отцвела. Яблоня скороспелка. Картошку уже выкупили. Выкопал хозяин. Соседский участок довольно-таки ухоженный. Идем, смотрим вишня. Уже отцвела тоже все. На дворе-то уже август все. Вот яблоки, кстати, попробовали сейчас. Вот эти две яблони, несущие в этом году плоды. Медовые, прям вкусные. Здесь тоже что-то сажали. Видно, что такое прям откопанная территория. Так, идем мы до конца участка туда. Идем, идем. Потом я вам покажу вид, какой уже оттуда в обратную сторону будет. Получается, люди... Вот это вот цельный участок, 25 соток, где я сейчас иду на продажу. А люди здесь половинчат участки. То есть, с этой стороны дом 10 квадратов. И с той стороны. То есть, если брать, то нам крупно повезло. То есть, это наше все, 25. Здесь, здесь мы, наверное, будем ставить вот здесь дом. Дом на постоянное жилье. Потому что тот дом, он старенький уже. Его либо сносить, либо его как-то делать. Ну, сейчас мы, если переедем, то будем на него вкладываться, конечно. Чтобы как-то хоть комфортно жить. Начинать. Вот, сейчас. Смотрите, здесь улица. Здесь уже асфальтовая дорога. Здесь проходит газ. Вон сосед здесь поднял трубу. Вот здесь очень хорошая дорога, говорит. Очень хорошо здесь заезжать будет. И вот, смотрите, какой вид. Смотрите, какой вид он туда получается, на дом. Это все участок. Все 25 соток, которые входят в стоимость. Дом. Вот какой вид идет на дальше. На лес, на лесной массив. Сейчас мы с вами зайдем в дом. Посмотрим, какой дом. Внутри. Жить можно, сразу скажу, что там газ. Понятное дело, что газовщиков будем вызывать. Все проверять. Электричество надо все переделать. Но здесь все функционирует. Правда, полы, конечно, уже там не очень. Но это исправляется. Линолеум кинем на первое время. Нам пойдет. Смотрите. Вот там, ребят. Отсюда прям. Вот там видно Казань. Мы еще с вами сходим на Волгу. Посмотрим. Отсюда прям до Волги минут 10 ходьбы. Вон там в дынке видно Казань. И с окна домика того старенького тоже видно Казань. То есть, если поставить домик такой повыше и сделать обзор на там какой-нибудь балкончик, то можно будет любоваться видами, если Волгу будет видно, я думаю, будет видно наслаждаться природой. Это поселение. Здесь есть школа в пяти минутах ходьбы. Здесь, значит, есть центральная районная больница Сбербанки. Это где-то в трех километрах все отсюда. Это вот поселение, оно отдельно немножко от основного, так скажем, городка в Татарстане. Смотрите, еще видок отсюда тоже простирается. Сейчас увеличим. Вон туда, вот прямо отсюда можно смотреть и любоваться тоже горизонтами. Вон, видите. Сегодня жара стоит 35 градусов. Еще раз покажу участок до той улицы. Получается, можно и там построиться, либо здесь снести, построиться. Но я думаю, что там будет целесообразнее, потому что там дорога асфальтовая, а здесь грунтовая. Так, ну что, идем в дом. Вот с этой стороны, вот помещение, здесь такая вот, здесь можно и гараж поставить. Если здесь строится, ну, целесообразнее будет, да, здесь гараж поставить. Ну, еще не знаем, только в голове все перемешано. Кстати, покажу вам крышу. Крыша перекрыта хорошим железом в этом доме. Вот видно, что качественно ничего не течет. Вот хозяин, говорю, хозяин здесь жил до недавнего времени, два месяца как съехал отсюда. Ну, и собственники, они все родовые. То есть, это его мама, бабушка строилась, получается. 917 года постройки, в революцию. Так, ну что, заходим мы в дом. Здесь вот такая верандочка идет. Вот, сразу. На выход, то есть. Открываем. По старинке. Ну, и здесь вот выход. Не убийца бы. Вот выход на улицу. Вон там он, хозяин говорит, он там, он там сразу магазин за тем домом. Здесь основной магазин. Здесь цветочки растут. Внутри окна. Электричество подходит. Тут они, хозяин говорит, дорогу перерыли. Все, тут интернет закапывали недавно. Не знаю, какой, вроде, телеком, либо местный. Идем дальше. Заходим в дом. Здесь такая вот... Здесь такая помещение. Просто колдовая. Клодовая. Изменяю высоту потоков. Понятие, вести шкафы наши или как? Вообще, встанут они? Может быть, смысл им отвести? Ну да, давай, замери. Нет, конечно, не встанут. Нет, в комнате-то больше. 2,20, 2... А, 2,10 до 2,20? Десять, да. И шкафчики, опять же, да? Ну, шкафчики здесь, в принципе, все. Здесь кухонное, такое вот, рабочее место. Вода здесь, напор... Никакого... Не стоит никакой циркулярный насос. Нет, потому что она вот под своим давлением идет. Вот, бойлер стоит, нагревательной воды. Газовый котел. Газовая плита рабочая. Вот здесь полгреб, ребят, я потом покажу. Так, что у нас тут? Здесь очень низкие потолки. Я думаю, не, не встанет у нас просто шкафы, ребят, в Питере. Но это не встанет здесь, 100%. Надо будет продавать. Шкафы надо будет продавать. Шкафы высокие. У нас в квартире 2,47. Высота. Смотрите, я вам... Заставим, видите, вот так вот. Это я еще не на носочках. Так, посмотрим вид из окна. Опять же, туда, далеко. Вот с окна вид какой, ребят. Это вот вид через Волгу. То есть там Волга внизу идет. Петр, это датчик задумления, чтобы вот это... Да, это ставили ветераны. Помните одно время? Показывали все по телевизору. Ездили, ездили, ездили. Ну, старые окна, понятно, что это все. Волгу уже в 90 лет, сейчас там станет. Строится надо, вот. Щетчик. Старый еще. Вот, в принципе, весь и дом. Отопление. А вот в отоплении вода протекает, да? Вода, вода. Вода идет. В батареях идет вода. Батареи очень много здесь. В одной комнате раз, два, три, четыре, пять, шесть батарей в одной комнате. Тут, наверное, жарко очень зимой. Если-то эти окна откроешь, то будет летом жарко. А, зимой, а, не шарко. Свет, включи. Свет, включите, да. Свет, вот, сейчас. Ага. Вот, вверх. Полезли на крышу. Пожалуйста. Пожалуйста. Полезли мы на крышу еще. Вет, ты не будешь снимать? Спасибо. Кого? Да я уже это снял. А, ну ладно. Так, вот крыша. А, здесь. Вот это расширительный бальчок. Даже валенки лежат, ребят. Вот это расширительный бальчок. Вот это. Да, расширительный бальчок газовый вижу. Отдавление. Вот крыша, собственно. Не, ну жить можно. Чего нет-то? Заехал, живи. Тем более вещи есть, мебель есть. Главное только переехать. На деревню, деревню. Что, деревенский дом. Старый, конечно, но у нас еще силы есть. Мы справимся. Ну что, все посмотрели. И вы все видели. Не знаю, как по мне, это лучший вариант из того, что мы посмотрели. Везде поездили. Тяжело, конечно. Но все придется все, конечно, переделывать под свой лад, под свой комфорт. Даже шкафы вот эти сейчас замерили. Надо будет продавать то, что у нас там в Питере осталось, да, вещи. Потому что не встанет ничего. Как временный дом, это хороший вариант. Хороший. Вот. Тем более сейчас мы с вами пройдемся до... Проедемся или пройдемся до Волги. Там есть пристань. Здесь ходит паром. 15 минут до Старого Аркчино вроде. Вот. А там 20 минут и ты уже в Казани. Тоже неплохо. А зимой открывают ледовую дорогу. Вот. И по ледовой дороге ты едешь сам на своей машине тоже. Вот, в принципе, и все. Решили подняться, посмотреть виды Волги. Ух ты! Ух ты! И все это в трех минутах от того дома, ребят. Хлебобулочный комбинат. Дорогу снимет слева. Ну что, напрест не пойдем направо. Не дограничимся. Волга. Напротив Старое Аркчино. Ходит паром. Юдина. Юдина. Пошли, пошли, пошли. Пошли. Ты будешь купаться так? Нет, какой купаться. А что такое? Это церковь пяти религий. Находится в Старом Аркчино. Юдин? Ух ты! Да, это церковь пяти религий.